В подмосковном кинологическом центре от истощения погибла собака. Овчарка по кличке Чех была настоящим профи в поиске взрывчатки и боеприпасов. Она охраняла порядок на Олимпийских играх в Сочи, но всего за пару месяцев пёс потерял 15 килограммов. Болеть Чех начал после того, как в кинологический центр Мытищенское завезли новый, дешёвый корм. По словам специалистов, от него страдают и другие собаки. Сотрудники центра попросили руководство вернуть сам прежнюю еду и отремонтировать вольеры, но пока ответа так и не получили. Руководство МВД предоставило нам вот такой корм. Обратите внимание, что данный корм производит фирма, которая производит корма для сельскохозяйственных животных. Это свиней, курей и так далее. Всё, что написано на этикетке, не соответствует качеству корма. Собаки худеют, дрищут, у многих даже ноги стали отказывать. Вот два сравнения. Государственный кобель и личный. Это пёс, которого кормит хозяин. Тендер на ветеринарное обслуживание. Его нет с января этого года. Это глисты, лохи. И сейчас ещё у нас очень плохая кормёжка у них. От большой миски отказался наш огромный центр. Это в Ростовской области. Они собрали подписи также всех сотрудников, сделали экспертизу, что этот корм не соответствует качеству. И вообще нельзя кормить служебных собак. Нельзя применять не по профилю собак. У нас, как говорят наши руководства, берите любую собаку и едьте. Любую. Он молодой. Достаточно. Ему полтора года. Но уже весь больной. Посмотрите в вольер, в котором он содержится. Пола практически нет. Видите, какие дурки. Пол сгнил. Если его не лечить, а его не лечат, так как у нас нет ветеринарного обслуживания, и собака государственная, и тот кинолог, за кем она закреплена, этого просто не хочет делать за свой счёт, то, скорее всего, этот кобель останется инвалидом. Продолжение следует...